Прежде всего, определим, какая форма является ненормализованной, то есть неудовлетворяющей требованиям первой нормальной формы. Это отношение, в котором существуют повторяющиеся группы в одной ячейке. То есть на пересечении строка столбцов у нас может находиться несколько различных значений какого-то атрибута. Следует также отметить, что отношение, находящееся в ненормализованной форме, не удовлетворяет одному из ключевых определений реляционных баз. Это определение как раз и говорит о том, что на пересечении строк и столбцов, то есть в каждой ячейке, у нас должно содержаться только одно значение. Соответственно, если это условие выполняется, то наши отношения находятся в первой нормальной форме.